Здравствуйте! 31 человек вернулись в Арцах. Металлический блок, установленный возле Портасара, вызвал тревогу. Сегодня День памяти Симона Ачикезяна. Поддержка государственного телевидения Западной Армении. Интервью с Рафикой Тущаном, заместителем директора фонда ИАА. 4 февраля в 19 часов в Ереванском офисе Западной Армении состоялась встреча членов общественно-политического движения «Национальная инициатива». В повестку встречи был включен ряд вопросов, но ключевой темой был арцахский вопрос как неотъемлемая часть армянского вопроса. Прежде чем коснуться основной темой, доктор философских наук, профессор Григорян и кандидат филологических наук, доцент Маркарян, сделали небольшой исторический экскурс по обсуждаемой теме. Затем участники встречи высказали свое мнение и состоялся конструктивный диалог. В конце встречи участники договорились делать встречи постоянными, чтобы обсуждать насущные вопросы и находить пути решения текущих национальных проблем. По информации сайта Конифов, Конифа Евро-2021 также примут участие футбольные команды Западной Армении и Арцаха Нагорного Карабаха. Конифа Евро-2021 пройдет с 9 по 19 июня в Ницце во Франции. Напомним, Конифа Евро-2019 в июне 2019 года принимал Арцах. Сегодня в селе Оговно Кашатакского района Арцаха проживает 80 человек или 25 семей. 38 семей покинули село во время войны, они еще не вернулись. Глава общины Оговно Андроник Чавущан выразил обеспокоенность. Должно быть официальное заявление государства, если мы говорим, что СУЗ Оговно, Бердзор. Остается, мы не должны говорить это просто так. Мы должны сделать так, чтобы люди возвращались, говорит он. После войны почти вся территория Кашатакского района Арцаха перешла под контроль Азербайджана, за исключением трех населенных пунктов. Районный центр Бердзор, прилегающие к нему села Неркин, СУЗ и Оговно. Но их статус до сих пор не ясен. Жители трех общин с неизвестным статусом в Кашатаге сейчас ждут решения. Единственная надежда – поддержка со стороны государства в данный момент. Российские миротворческие силы продолжают обеспечивать возвращение арцахцев, покинувших свои дома в результате войны. Как передает Армен Пресс, об этом сообщает Минобороны Российской Федерации. Всего с 14 ноября 2020 года в Арцах вернулись 52 231 человек, говорится в сообщении Минобороны. Указом президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года войска российских миротворцев были размещены в Нагорном Карабахе. Основным составом военных является 15-й отдельная мотострелковая бригада Центрального военного округа. Командующим миротворческих сил является генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Металлический блок был найден недалеко от порта Сара, начальной точки истории, в провинции Урфа в Западной Армении. Силовики выясняют, кто установил металлический столб с надписью «Если хочешь увидеть луну, посмотри на небо на турецком». Металлический блок длиной 3 метра и шириной в 45 сантиметров был обнаружен утром в поле возле порта Сара. Подразделение полиции, прибывшее на место по тревоге, принимает меры предосторожности в этом районе, а сотрудники Госдепартамента культуры и туризма приступили к обследованию участка. Симон Ачегизян, дед, родился в 1939 году в Румынии. Его отец Уванес чудом пережил геноцид против армян. В 1946 году семья переехала в Армению. В 1955 году он поступил на геологический факультет Ереванского государственного университета, который окончил в 1960 году по специальности инженер-геолог. Ачегизян защитил диссертацию в Москве. В 1970 году он поступил на работу в Институт геологии на Республике Армения. Ачегизян серьезно увлекался хоровой музыкой и возглавлял хор Нарек. После начала Арцахской войны в 1989 году Симон вступил в отряд Арабо. Участвовал в боях самообороны Гнишик, Ярасх, Араних, Ачик в Еггнадзорском районе, Воскепар, Вноэмбиряне и других приграничных селах. Затем перебрался в Арцах в Шумянский район, приняв на себя 19 апреля 1991 года командование отрядом Арабо в Мартунашене Геташен Мартунашен. 30 апреля 1991 года Симон Ачегизян героически погиб в одном из боев в Мартунашене, выйдя против танка. «Моя мечта умереть с оружием в руках, сражаясь против турок», писал он в своем дневнике. Ачегизян посмертно награжден орденами «Боевой крест», «Первой степени», «Батеринская признательность» и «Андраник Суравар». Его имя носит один из классов средней школы села Маяковский Кутайкской области. Государственное телевидение Западной Армении не делает рекламу, а представляет официальный армянский язык Западной Армении. Этот язык настолько естественен, что он напоминает мелодию из души народа, выражая неповторимость нашей идентичности, наследие наших предков. Наше телевидение на глазах у всех, и это свидетельствует о том, что у нас есть огромное желание сохранить, защитить и показать язык, а его существование и развитие зависят от его применения и выражения. Поддержка государственного телевидения Западной Армении означает также сохранение, защиту и развитие армянского языка Западной Армении и его армянской части. В эфире телевидения Западной Армении заместитель директора Центра изучения армянской архитектуры Рафи Куртошан представил книжный каталог произведений армянского искусства Сирии. В нем представлены произведения армянского искусства, собранные в церкви Пресвятая Богородица, превращенные в музей Валеппо. Куртошан упомянул цель создания каталога, который состоит в том, чтобы сделать узнаваемыми некоторые произведения армянского искусства в Сирии. Рассказал о проделанной работе и планах на будущее. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение ансамбля «Сасун». Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!